Номер акта О-2503, дата регистрации 11 ноября 1988 года. Если ведро твое на ходу, давай Натю из роддома заберем. Да кто его видел, этого папашу, фамилия Дедова. Посидишь с Алиской, буквально за пару часов обернусь. Женщина, я ясно сказала, в ясли только с полутора лет берем. Но не плачь, летом к тетке на дачу отправишь, выдохнешь. Это раньше было под Калининым, а теперь под Тверью, черте, что происходит. Клечатые сумки, может и страшные, а три твоих учительских зарплаты на рынке имею. Это не костюм лисички, это же бабки на платье. А я хочу костюм. Раз вы педагог, то свою и воспитываете. Она у моей коллекции вкладышей украла лав. И стоять в углу и ждать, когда тебя спасет добрая фея. Пишем, пишем, аккуратнее, ученицы первого Б-класса. Ну-ка, кто у нас тут и в конце поставил. А вдруг фея заблудилась среди наших пятиэтажек и не прилетит. А я тебе, смотри, что привезла чай в пакетиках. Я не для того педагогически заканчивала, чтобы сейчас с тобой в Турцию мотаться. Пойдем за гаражами, закопаем секретик. Мы с тобой теперь навсегда, навсегда, навсегда подружки. Гуманитарная помощь, ты подумай, принимать не будем, это унизительно. Не макарона, а макарена. Руки сначала вот так, а потом за голову, да не так, по очереди. И помни, ты навсегда должна усвоить, на кого нельзя рассчитывать, кроме себя самой. Мамочка, я вырасту, разбогатею и куплю тебе кухонный комбайн. Руки помой, а потом играй, я деньги на твоей парбе не печатаю. Что такое гриболайф? Его из грибов делают. Станем моделями, будем сниматься в клипах и уедем в Санта-Барбару. В смысле, в секонд-хенде купила? Это что, уже носил кто-то? Глупостей мне не рассказывай, принцесс, не бывает. Называется Джуси Фрут, можешь за мной доживать, после математики отдам. А ты что, белой блузки, пионерка, что ли? Надь, когда ты баба молодая, еще мужика тебе надо. Обалдела совсем, какие ясновидящие, я еще из ума не выжил. Сил на нее нет, обрезала такую хорошую кофточку, говорит, хотела топик сделать. Я как Алиса Селезнева, у меня тоже будет много приключений. И ничего, гамбургер, необычный бутерброд, это совсем другое. Никакого велосипеда, ты такая неловкая, разобьешься. А в седьмом Б, видали, Толя Грозунов все на Миронову смотрит. Зачем тебе театральный кружок? Ты должна хорошо учиться и получать нормальную профессию. С небес спускайся ты, как все, среднячок, кто тебе правду, кроме матери, скажет. Вот, пожалуйста, Менделеева помадой разрисовали после уроков. Не расходимся, у нас внеплановый классный час. Да просто мы с тобой не такие, как наши родители, не такие. О, бейби, бейби, ты просто мышь, ты словно точка, когда молчишь. Сидят на гитарах своих бринчат, а тексты ты бы слышала ужас просто. Образ защитника родины в слове о полку Игореве к концу урока, чтобы все сдали. Грозунов, если ты от меня не отстанешь, тебе самому защитник понадобится. Фу, он такой обычный, я себе получше найду. Ходят с флеерами своими, ничего не слышат вокруг, не видят. Вчера Алиску встретила, даже не поздоровалась. Толя мне красные гвоздики подарил. Ну, бля, дебил, я как ветеран на 9 мая. Вон новенький идет, там такая история, такой скандал в той школе был. Свалить пришлось. Я ночами пошел на твои курсы английского, а ты прогуливаешь. Он на горбушку ездит, таких кассет ощущений у кого нет. Я просто напишу, я ТЛ, и он ни о чем не догадается. Миронова, это ты записками разбрасываешься, маньячка, что ли? Надежда Викторовна, мы ценим ваш профессиональный опыт, но школьная программа изменилась. В наше время этих девочек в туалет отвели бы умываться. Понимаешь, я никогда не буду такой, как она. Я буду жить интересно. Некоторые ученики из нашего класса курят за школой. Вы же родители, куда вы смотрите? Итак, все собрание, воспитывайте, это функция семьи, а я вкалываю круглосуточно, чтобы ее накормить. Не понимаю, почему она на меня волком смотрит. Я же добра желаю, от иллюзии один вред. Нет, хватит сопли морозить, гоу в подъезд греться. Да нет у меня денег на ваш домофон скидываться. С четверками золотой медали не видать. Ну что ж, ничего другого я тебя и не ждала. Готовлю эту охламонку в Институт культуры, там конкурс небольшой. А что в твоих учебниках пишут, как стать? Такой же затраханной матерью, одиночкой, как и ты сама. Наш ВОЗ – один из крупнейших центров подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры и искусств. Ты сейчас свободна. Да, да, в том самом дворе на чистых я по пожарной на крышу влезла. А слезть не могу. Как тебе не стыдно мне в глаза смотреть? Кастрюлю испортила Глинтвейн, в термос перелила, можно идти гулять. И день за днем сигареты и кофе мы не умрем. Никогда обещание не мой профиль. Просто понимаешь, вот мать, она как будто жизни по самому базовому тарифу живет. Я не хочу быть такой обычной. Документы вы можете забрать в пятом кабинете. Моя узнает, что я институт, бросила ее, удар хватит. Девочки, мне все равно, сколько вас тут жить будет. Главное, платите за комнату вовремя. Вообще нормальная квартира на цветном, не хочу жить в спальнике. Как нет стаканов, я же вчера в баре украла парочку. Никакой свободы, врагам свободы, моя политика. И вот я все время сижу и думаю, что я сделала неправильно, почему она такой выросла. Девушки, вам повторить? Шампанское просил передать мужчина с пятого столика. Чем занимаюсь, гуляю по дворам вместе с выдуманными друзьями. А вы? Ну, старый, конечно, за тридцать уже, но такой интересный. Меняю часы без тебя на горсть мелочи. Статус в контакте, все сложно. Можно ли быть гордой и независимой и отправлять одному человеку три смс-ки подряд? Данил Кафф, фэшн-фотограф. Он еще 10 лет назад для птючей снимал. Надежда Викторовна всегда говорила, что это срам, а не журнал. Ну, значит, точно надо брать. А вот Даня вообще не базовый, у него студия своя. Даня, мой премиум. Да, и завтрак нам в номер принесите, будьте добры. Дорогие однокласснички, а не собраться ли нам? Норм, встретились без эксцессов. Миронова на тачке с мужком каким-то приехала. Глазунова аж расстроился. Вам тест подешевле или подороже? Подешевле последний остался с витрины. Дорогие девочки, рада видеть вас в нашей группе. Помните, что беременность не болезнь, а самый прекрасный и таинственный период в жизни каждой женщине. Малыш, прости, не хочу портить тебе жизнь, будь счастлива. Я набросала предсмертную записку, отредактируешь. Ну, пока, обратно к маме, пусть мне помогает. Надежда Викторовна, кроватку заберете? У меня внук как раз подрёз. Марьяна, что-то больно вывчурное имя. Ну да ладно. В смысле за вином ты кормить, что ли, уже бросила? Я так думаю, что неприятный эксцесс, но не приговор. Ты, мать, о чём ты думаешь? Я, между прочим, ради тебя замуж не вышла. На выдачу загранов кто последний? Ну ты чё, в Египет только лохи ездят. Мама, ну не хорони ты меня заживо. Я хочу устроить свою жизнь. Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть ремни. Наш самолёт приступает к посадке. Погода на Гуа, хорошая температура воздуха, 29 градусов. Ребёнка на меня спихнула, а сама сидит, бог знает где. Какая йога, Лонг-Айленд, на закате вот моя йога. Встречаемся за Найт-маркетом. Как Аравийское море. Я думала, Аравийское это где-то среди арабов. Бесполезно тратить всю свою жизнь на единственный путь, особенно если этот путь не имеет сердца. Ой, ну так себе заход для знакомства. Вдыхай глубже и не бойся, это расширит твоё сознание. И мы такие на байке, юх. Говорит у Марьянки Краснуха, это же не опасно. Ну, в твоём гестхаусе с Лилей ты уже три ночи не ночевала. Этот индус мне правда предлагает уши почистить. За деньги я правильно поняла. Да ганг их вообще помойка, там коров моют. From Russia, Putin, vodka, St. Petersburg. By my souvenir. Смотри, мы одинаковые татухи набили. Романтик. Кто он, философ, так и говорит, делать ни хрена не умеет. Пойдём на пляж, надо поговорить. Представляешь, заявил, что моногамия Сдерживает его духовный рост. А Марьянка меня сегодня по видеосвязи Не сразу узнала, как-то обидно. Пассажирка Миронова просим пройти на рейс до Москвы. Моя-то в турфирму устроилась, кому она ещё нужна без образования? Я так думаю в Тиндере, не надо писать, Что у меня ребёнок сначала влюбится, потом скажу. Вот ваш рецепт. И помните, что антидепрессанты плохо сочетаются с алкоголем. Я заботлива, нужна адекватная прописка. Есть, ставь в класс. Ты вообще знаешь, что Марьяна не получила роль белочки? Или тебе всё равно? Я сексоголик. Не хотите нормальный секс? Не лайкайте. Завидую тем, у кого на нервной почве аппетит Пропадает у меня что-то наоборот. Кого покатать? Вино, кальян напиши или мейкни. И все, конечно, рассказывают, что с женой живут как соседи. Ищут честную и верную, не алчную, не меркантильную, с худыми ляшками. Ещё десяток анкет, и мне придётся удвоить дозу антидепрессантов. О себе простой парень, который всего достиг в жизни сам. Эскортниц и чернильниц. Презираю и вижу за три кило. Укольчики, рано. А вот массажики я бы вам рекомендовала. Хорош собой, номер не дам, а то начнёте писать. Толпой сам выберу. Да вроде ничего прошло, но что-то не перезванивает. Что делаю, смотрю в потолок, даже интересно. Пользователь Анатолий Глазунов прокомментировал вашу фотографию. Пользователь Анатолий Глазунов отреагировал на ваш статус. Пользователь Анатолий Глазунов ответил на вашу фотографию. Ну если он пишет, что ты с 11 класса мало изменилась, то знай, врёт. Слушай, зачем ты будешь на сервис? Стратится, давай приеду, помогу. В смысле, Толя, у тебя сейчас винду переустанавливает? А он как-то похорошел, раскачался, что ли. О наших 2005 года выпуска помните? Я всегда говорила Глазунов, своего добьётся. А что это у вас за совместные чекины? Понимаешь, так-то мне уже 30, а он, в принципе, неплохой мой базовый тариф. Ой, не могу, Миронова, не драматизируй. В этот день не водка, не во вред, мне сегодня 30 лет. А теперь, дорогие гости, поднимем тост за молодых. Чтобы дожить в любви и согласии до серебряной свадьбы, Жена должна обладать золотым характером, а муж с железной выдержкой. Слушай, твои родственники хотя бы без тостов этих мудацких могут обойтись. На горячее что будете, мясо или рыбу? Поздравляем, ваш ипотечный кредит оформлен. Ну и что, что вы электростали, зато 95 метров. Ну нет, Марианну заберёшь через мой труп, чему ты ребёнка научить можешь? Ну какой сердечный приступ, ей всего 55 лет. Ваш китер-маркет, обе белые дачи. Я всегда знала, что ты ничтожество, и её такое же сделать хочешь? Интересно, почему детские кровати стоят столько же, сколько взрослые? Смотри, у тебя теперь целая своя комната. Мне что, теперь не обязательно спать с бабушкой на одном диване? Нет, ну нас-то не закроют, мы же не Италия. Дорогие граждане России, по периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. Кто ему тексты пишет? Вообще я бы и то лучше справилась. Парк закрыт для посещения, берегите себя и своих близких. Алиска, а мы не зря трёшку купили, как чувствовали. Уважаемые посетители, масок в продаже нет. Сизиф работает из дома. Хоть с балкона всё говнище выкребли под эту дудку, и то, слава Богу. Ну не знаю, у нас на предприятии выплат что-то никаких. Девочки, как не бухать на этой изоляции, блять. Уважаемые посетители, держите дистанцию не менее полутора метра друг от друга. Какой отпуск? Размечталось поехать в отпуск в этом году можно только к кухой. Для получения специального цифрового пропуска, подтверждающего возможность передвижения с использованием транспортных средств, выберите цель и заполните все необходимые данные. Не работает ларёк, потому что рагнарёк. Цель поездки — выйти из дома, чтобы не грохнуть никого. Такая цель там рассматривается. Срочная новость, не открывай, Господи Боже, что ещё случилось. Да сколько можно, в конце концов, а спортом-то как дома заниматься. Я и так растолстела после свадьбы. Если у вас дома нет гантелей, используя банки с консервами или психологический груз ответственности за свою жизнь. Ха-ха, очень смешно. Информация о вывозных рейсах для российских граждан будет вывешена на сайте МИД РФ. Я в маске грёбаной, это и задыхаюсь, у меня вообще клаустрофобия. А потом они границы закроют, и всё, привет, опять в совке. Если ты уже от меня отдохнула, то имею в виду, что ужин стынет. Благодаря огромному количеству ставших бесплатных курсов и возможностей для самообразования, я теперь не просто сижу дома, а ещё испытываю чувство вины за то, что ничего не делаю, какая вакцина. Они нас чипируют и будут за нами следить. Уважаемые клиенты, наше заведение работает на вынос. Опять бабка её накрутила своими теориями заговора. Дождитесь, пока организатор начнёт эту конференцию. Ну, я понимаю, что Мариана маленькая для личного компьютера. Но учиться-то она как будет. Сегодня после 16-ти Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, что очередную голосовуху прислал. Дорогие коучи, ну вот мы вышли из зоны комфорта. Что дальше? Кроха, ты могла бы не лезть в кадр, когда я работаю. Опять новости читаешь, спи уже к утру, всё равно, всё будет хуже. Я бы не рекомендовала вам прерывать терапию. Давайте продолжим по скайпу. Я, я вовсе не такая, как бабушка. Да, дети часто неосознанно повторяют родительские паттерны. Только посмей войти в комнату, когда у меня сеанс. Паттерны слова-то какое, хуже пандемии. Сеанс ещё не закончился, но можешь заходить, Кроха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ